всем привет сейчас я хочу провести ревизию своей обуви посмотрим что у нас тут имеется что можно убрать да и что еще мне надо заказать пойдемте из моей обуви у меня есть вот такие вот розовые сапожки на бутых вымыть на это когда уже зиму вот такие новенькие кроссовочки муж подарил на 8 марта найки вот такие вот кроссовочки пума они меня немножко давят поэтому их практически не ношу вот такие вот калоши зимние такие калоши летние для огорода и двора такие говнодавы о кстати это вот интенс вот идет как раз кедов я достала такие вот они в ужасном состоянии липкие черти шо было и купила других вот вот эти вот говнодавчики такие мне не очень нравится на ноге они сидят достаточно массивно но они как трекинговые конечно в них очень удобно ходить я в них и по горам и по пещерам лазила и нога в них не потеет поэтому держу тут но пока не ношу ну нашу нашу там где можно не наряжаться и и не держать марку ну тут я уже перебирала показывала это ландсдейлы тоже они меня немножко жмут их почти на не ношу это мои любимые их достаточно много ношу демисезонная тут кроссовочки пума они мне немножко тоже жали но не так как все остальные поэтому я их носила достаточно прилично пока еще не решилась на отдачу шлепки для двора кстати нужно выкинуть их будет вместо зимних вниз и тапки которые все норовят выпасть буду тут мыть и сложу их вот что мне еще кеды в которых я хожу много туфли да я уже вот это классная туфли им уже года четыре или пять вот они вот так вот уже подстерлись надо наверное сейчас отнести их ремонт но что я их очень люблю и мне в них очень удобно если кто-то знает где подобные продаются и дайте ссылку я обязательно рассмотрю и и с удовольствием куплю если они мне подходят один нет и я и дочка таскала все таскали очень клевые очень легенькие сидят выглядели мне внешний вид сразу не нравился короче были очень очень удобно и но это собакам выходить и покупала их пол за 200 гривен вот так еще у меня оба еще где то есть сейчас пойдем искать брала чуток еще шлепочки босоножечки кстати со шнурками прям беда бедова вот один салат новый тут нету серый один вообще непонятно откуда здесь даже вот должен должен быть черный вот тут вот вот такой вот тоже непонятно где короче не знаю скоро еще такие туфли отдам потому что не хожу на таких каблуках и сапоги вот эти тоже скоро будут вот дальше пока еще перебираю мои любимые беговые кроссовочки их просто обожаю мягенькие клевые ну вот это почти все обувь перебрала еще не могу найти ярко красных босоножек новые я купила недавно знаю куда их спрятала вообще еще одни туфли у меня вот как вот и вот я рассказывала лодочки ну которая без каблука что мне очень нравится кожаная вот у меня еще есть туфли на каблуках кожаная на небольшом каблуке сантиметров 8 классические полностью и вот их я вообще не могу найти я пересмотрела если новые то понятно что эту где-то бросила в хламе то те они всегда у меня лежали в шкафу максимум я могла может быть какой-то период их убрать куда-то переставить в коробку положить спрятать в шкаф как не сезон но я таким что у меня у меня есть подозрение что я их отнесла в ремонт и забыла забрать при том если я это сделала то это было прошлой весной потому что они у меня тоже очень любимые им года три уже надо было поменять набойки вот я подозреваю ну хотя еще у меня муж любит убирать может быть я их отнесла в ремонт и потом принесла бросила где-то в пакете а он их мог в этот пакет сначала вынести в комнату где ремонт а потом еще на этот на чердак затащить короче надо искать их потому что я их люблю в принципе и я их точно никому не отдавала не дарила ничего то есть вообще не понимаю куда делись просто просто в шоке потеряла туфли две пары туфли туфли босоножки потерял короче будем искать да это конечно еще не вся обувь у меня еще есть парочка но я их отношу к зимним к тем которые я ношу и я их уже давно примарафетила и спрятала на антресоле поэтому сейчас я не стала лезть на антресоле доставать их да вот это вот там две пары зимних две пары зимние ботинки зимние сапоги две пары зимних сапог и валенки вот я показала а еще у меня есть те в которых я хожу на работу другие вот то их я уже примарафетила и спрятала поэтому я их доставать не буду вот в принципе это все да летняя обувь практически вся вот где-то делись мои туфли надо короче разбарахоливаться дальше сейчас из обуви никому ничего не предлагаю просто потому что у меня висят вот раз два три 4 5 6 7 отправок надо подготовить поэтому я просто зашиваюсь и там еще писали по трем вещам заявки ну короче я пока не успеваю да сейчас немножко вот отправлю то что уже пообещала и по тем вещам по которым был розыгрыш и начну дальше показывать еще и хотела зимние верхнюю одежду у меня там одна или две куртки я точно она может даже и три не знаю короче посмотрим в общем-то буду разбарахоливаться но все и я не успеваю да надо до вещей добраться надо шкафов до сегодня купила клёвые боксики органайзеры то туда игрушки хочу попрятать чтобы прятать от сына вот хотят для него наверное лучше непрозрачные ну хочу сейчас спрятать свой шкаф он в моем шкафу не лазит то я надеюсь что там им будет нормально и попробую или может для постельного попробую их не знаю какое будет комфортное потому что ну мне не нравится так когда она все хранится на полках у меня очень высокие полки я хочу покажу и мне там вообще все неудобно то вот думаю может быть в таких органайзерах мне будет более удобно то что лично крупы я храню вот таких вот на 1 и 2 литра и и мне очень нравится потому что они прямоугольненькие удобно их открывать насыпаю я ложечкой мерной и мне очень удобно так ну и вообще я почти не готовлю вот ну по крайней мере крупы так точно потому что я больше предпочитаю овощи а крупы в основном там в суп ну а в суп две-три ложки на столовых кинул и и нормальный рис да вот ну и чаще всего я это просто распакую упаковку когда готовлю а остатки туда ссыпаю и ставлю в кавчин а там уже потом муж чаще всего что-нибудь придумает все девчоночки всем пока пока сейчас пока ничего не предлагаю сейчас как только закончу с отправками как только все запакую и оформлю я сразу же напишу об этом да еще и нитки сегодня купила ну мне пока не видно а вот есть у меня вот такие вот как тут видно не видно а вот я научилась вот таких вот коней делать из ниток то в общем то ну я чуть-чуть другую нитку купила хочу попробовать сделать из немножко другой нитки и в общем то если вам интересно то сниму мастер-класс как делать он кстати 2 висит у нас таких 4 в доме уже вот очень прикольные делаются буквально ну за час если неешь первый раз наверное ну два максимум то есть да ну вот мы были на мастер-классе одну сделал муж две сделала я за это время и одну мне подарили так как мастер-класс был в мой день рождения и мастерица которая делала показывала свою она мне подарила вот и поэтому у нас четыре очень клёво и мы их развесили по всему дому да кстати вот это вот моя почему-то муж ее сюда повесил а он делал вот у коричневую да это моя чё на ее к себе повесила а свою туда не знаю по какой логике у сынка еще где-то там висит и где-то дочкина я вообще не знаю где-то муж куда-то приткнул или дочка уже забрала в общем то не знаю в общем то всем желаю удачи да учитывая что у нас тут кони до подковы всем всем желаю удачи и что здесь еще желаю желаю чтобы обувь никогда не натирала и ноги в ней не потели вот это короче вообще